всем привет всем привет всем привет ой ой парни я даже не знаю с чего начать то у нас вот такое уникальное событие в общем для тех кто для тех кто играет wargame объясняю на этом канале также играется 2 и делается видосы по второй игре в восхитительной игре казаки 2 битва за европу игра прекрасная для тех кто относится комьюнити казакеров хочу представить вам нашего сегодняшнего гвоздя программы это про коммунист это тот самый человек который взял первое место в ладерной таблице формально по ладерном это сильнейший игрок мира на турнирах сожалению нет сожалению нет такого успеха как в ладерной таблице но тем не менее ты игрок высочайшего уровня при всем при том который решил попытать счастье в казаках 2 где-то примерно недели две может быть чуть меньше может быть чуть больше у него было на подготовку началось все с того что он зашел дискорд спросил пацанов пацаны а куда здесь тыкать пацаны ему ответили и коммунист пропал а теперь вернулся и давайте смотреть как очень сильный игрок в варгейм проявит себя в казаках 2 так вспоминаем как теперь убирать туман войны и чуть побыстрее про коммунист играет за союзрейна карта осада переделанная в отличие от базовой версии центры переделаны дороги убран гигантский город и добавлены каменная шахта и древесная шахта также не сильно небольшие изменения по краям по дорогам где-то были добавлены дороги я не знаю сори парни и главное изменит конечно центр какие-то возможно еще есть замены так вот в ониандр коммунист коммуниста мы познакомились коммунистер нас андердог он претендент на место чемпиона а ваниандр это старый древний игрок который еще видел такое дерьмо очень как бы это сказать то очень-очень механистический скажем так игрок все его действия отточены до идеала атаки продвижение билдорда огромный опыт огромное количество сыгранных игр и огромное внимание к деталям это не игрок это машина превращает каждую свою игру в я не знаю парни это просто надо видеть даже более опытные игроки не порой не выдают настолько отточенной филигранной игры как в ониандр один из на мой взгляд фаворитов всего турнира и один из претендентов на выход из группы всего в группе 5 человек то есть необходимо играть против четырех и того дальше про коммунист открывается через быстрых фузов один отряд сразу же побежал на золото он полностью игнорирует еду напомню что в моих видосах если конечно коммунистами пользовался указано что сначала нужно брать еду коммунист от этого решил воздержаться значит он явно понимает что делает я пока его плана не вижу не ловлю но он понимает ставится благаус так 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 да в ониандра проблема с едой небольшие там голод случился ничего страшного в этом нету с этой стороны конюшня в конюшне довольно грубая ошибка неприятная да не заказаны кавалериста может стоить этой игры на полном серьезе один отряд фузелёров работает на железе один отряд фузелёров захватывает порох золото уже дополнительное одно взято и коммунист претендует на быстрый течь на быстрой постановка второй казармы тяжелый конюшни дворца пока я не знаю что будет что он выберет в ониандр играет за испанию продолжая в ониандре он не использует горильясов он не использует главное преимущество испанца однако мушкетеры тоже очень сильные очень сильные одни из самых сильных приходит коммунист на порох сейчас собственно говоря все и выяснится коммунист не спешит атаковать муштов да 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 он занимает позицию на выходе готовится отрезать подкрепление размен залпами коммунист не слился это не новичковый абсолютно мув блокирует деревню обычно новички пытаются драться но коммунист не таков здесь тем временем центр частично и по дереву занят в ониандром а тут коммунист отжал себе кусок еды ставит сразу же благаус охренеть для того кто всего две недели тренировался это блин парни годами играют не могут поставить благаус своевременной на виде это прям круто передислоцируется второй отряд с пороха пошел обход пошел спушить золото здесь тем временем тем временем что хочет укрепиться создать еще одну ударную группу наверху из-за того что в ониандр отказывается от гориллясов он еще не занял некоторые деревни победа за заранее прожимает тоже мув не очевидный заранее прожимает выстрел парни каченые гусары конечно должны справиться но они понесут большие потери отступая два неандр удержал коммунист за собой деревню черт охренеть заходят тем временем мушкетеры на порох тупняк начался так дальше один отряд плюс благаус куда пойдут саперы что они будут делать дальше технически можно поставить рядом башенку так здесь также коммунист занял еду а неандр блокирует еду не обязательно забирать навсегда эту самую еду достаточно лишить дохода поздно заказал коммунист уланов могло быть два отряда теперь только один отжал нижнее золото красный игрок прогоняется отряд разобрал залп в тыл отлично его неандр уже посыпался кажется из-за того что юнитов довольно немного да опять стоит в дэв блин на самом деле коммунист очень круто играет вообще прикольно стоит в дэв не разменивает отряд не пытается его слить забытый отряд на железе либо он забытый либо пополняется это еще разбираться нужно что у нас может сделать в неандр в такой ситуации тяжелая конюшня второй барак второй барак второй барак второй барак также не самое любимое действие которое не самое любимое действие для ваниандра предпочитает он не обузить имбу зря зря я бы сказал зря минус 2 еды надо посмотреть что по ресурсам а по ресурсам отсутствует железо то есть он не может заказывать себе конницу сразу же пошел про пошло производство конных гусаров которые на 10 единиц дороже но медленнее строится чуть-чуть чем газодоры не конный драгуна 60 железо для такого производства нужно хотя бы три деревни прокачаны на двойку а для того чтобы поменять еду на камень у ваниандр не хватает еды вторая деревня захвачена коммунистом еще один благаус дожди а чё с лимитом до ваниандр перестал строить пацанов по всей видимости будет выходить уже гренов лимит ограниченный чтобы его не забивать ненужными юнитами он выключает production а что тем временем по лимитам у коммуниста 1003 на 960 такое возможно если выполнять отряды с деревень железоотряд вывел выведен началась позиционка короче 5 пипе проворонил битву а пришел 32 отряд фузов и коммунист выгнал золото ваниандра хороший контроль карты но чем дольше идет время тем больше будет впоследствии быстрее тем раньше столкнешься с испанскими гренадерами отошел по благаус так вот чем хотел про гренадер то сказать осада испанская карта при хотя бы каком-то хотя бы если забрать одну деревню золотом то у тебя уже будет второй барак минутик 12 13 самое позднее из-за того что ваниандр заказывал конечно тяжелую возможно что-то еще по золоту тратил до сих пор не выходят гренадеры и это прям огромная ошибка не использовать преимущество своей фракции особенно на турнирной игре ну а коммунист что коммунист использует проповедует всем своим поведением правила спортикова в чем его смысл если ты занял карту не пытайся слиться сразу же выжди какое-то время накопи ударный кулак и только после этого начинает атаковать этим сейчас по сути коммунисты занят тоже абсолютно не новичковый мув абсолютно не новичковый чувствуется на занятие чувствуется такой прямо опыт подбайтил на залп кавалеристами пошел штыковую он разряженный сверху отряд разбежался есть еще снизу отряд случае чего внизу благаус врыв уланов ну здесь слишком много конницы к тому же она заряженная вся добегают еще кавалеристы легкие зря огромные потери среди кавалерии будут поймали наконец-то битву одну посмотрели ну здесь ваня ваниандр лучше гораздо сконцентрировал войска два отряда пехоты три конницы против одного отряда пехоты и двух не стреляющих кавалеристов еще отряд вузов собрался пора выходить в гренов я просматриваю на ускоренном темпе здесь ставит немножко сдвинутый короче можно уже поменять смотрим от коммуниста можно поменять еду так 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 он это и сделал куда 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 он все это потратил дворец дворец еще только до ставится дополнительная башня я не знаю если у них вообще смысл по моему они косы тем не менее посмотрим нестандартно отыгрывает коммунист но правильно в казах казачьем комьюнити игнорируются пушки в казачьем комьюнити зачастую игнорируются фортификации а коммунист не игнорируют он использует все преимущества которую дает ему игра здесь благаус здесь благаус ваниандра тем не менее коммунист не вошел а стоило войти в красную зону чтобы не работала золотая шахта размен залпами был вот проблема в том что уланы легкие кавалеристы они не стреляют и критическая масса конных гусар может за один залп разобрать любое количество грейнской кавы обмен залпами ваниандра есть еще второй отряд ой-ой-ой-ой накидывается прямо на заряженных они не успели стать карет тем не менее успели дать залп и отряд рассыпается сколько потерял половину кавалеристов треть фузелёров биту выиграл но вот проблема ваниандру нужно высвобождать лимит один забытый отряд на еде забытый или охраняющий возможно ваниандр боится заходов на пищу на базу что теперь осталось сделать коммунисту отжать снова еду ваниандр огромный продакшен раз два три производящих здания еда для него критически важный ресурс гц только один критической массы крестьян которые будут бесперебойно в любой ситуации доставлять любые количество еды еще не накопилось и блокирование еды на этом этапе будет фатальным слава яйцам ультра поздняя вторая казарма уже после тяжелой конюшни это очень очень поздно при этом ваниандр отдал нижнее золото при этом отдал верхнее золото сидел весь день всю игру без денег отдал ну почти отдал третье золото свое родное уже ошибка коммуниста что не вошел в красную зону не видит не хватает мультитаска контролит на еде отстрелялся врыв карехи ваниандр тоже есть канистек и здесь ваниандр переигрывает гусары не стреляли они заряжены не могут разогнать еще один отряд отсутствует порох насколько же лучше всего коммуниста по экономике и вот этот момент я боюсь уже не получится у коммуниста превозмочь да я не знаю где тренировался и с кем но разбирать канистеки для новичков очень тяжело посмотрим посмотрим тем не менее посмотрим как он будет справляться с канистеками возможно увидим что-то интересное я напомню почему коммунист перестал быть фельдмаршалом первым номером франкете из-за перелива очков из-за использования нечестных методов ведения игры углубляться подробности не будем я думаю казакерам это будет не так интересно но в общем коммунист был замечен в нечестной игре и эта нечестная игра была доказана дальше три отряда тяжелых драгунов должно быть уже четыре отряда гусаров нет только три дополнительные гусары используются на пополнение готовых отрядов скоро будет 4 и 4 отряд гонных драгун готовится к пока не понимает коммунист как ему зайти на базу до кавалерей меньше значительно меньше лимит 1200 на 1200 а что у коммуниста по экономике такое чувство что они производят крестьян очень мало 37 чтобы делать уланов 69 так нету апгрейда а по я понял коммунист не делает апгрейды давайте пока пропустим эту битву чуть-чуть до ни одного апгрейда нету теперь можно вернуться и мы проигрывать из этого по экономике наконец-то раз отряд два отряда осталось только отправить их вперед в чем проблема с экономикой домов нету беда много-много еды не хватает не хватает на гренадеров это много-много еды много-много лимита 1600 1800 разращивать или то для производства гренов необходимо хотя бы сотню а лучше 120 крестьян на еде двойное производство генадеров производства с легкой конюшни производства с тяжелой конюшни 100 120 крестов сама по себе игра казаки устроена таким образом что юниты производятся из казармы быстрее чем доставляются на фронт от казармы то есть формировать отряд под казармом противника гораздо быстрее и проще чем пригнать отряд с другого конца карты и заходить на вражеские базы доводить игру до финального окончания очень сложно даже люди которые играют много-много месяцев не понимают как закончить игру как подойти к базе как эту базу уничтожить что-то подобное вижу сейчас и с коммунистом он со всех сторон окружил оппонента ну а что дальше дальше то что пока коммунист этого не понимает ходит вокруг пороха ходит вокруг верхнего золота которая так и не заблокировал свое время и не может выполнять лимит скоро не сможет погнали ускоримся немножко готовится еще одна битва конница на конницу гранадиры врываются в самое мясо залп от кавалерии ваниандра сверху драгуны рассыпаются драгуны дают залп плохой залп уланы их рассеивают снизу гранадеры папа ее разбежать фузелеры также разбежались гусары разряжены можно было бы попытаться на них въехать но не надо за ними гнаться если бы гусары пошли вперед да нету морали и они еще получат залп от перезарядившийся мушкетера в ближайшее время ваниандра лучший прокачка он должен выигрывать но нет гусары разбегаются легкие колористы снимают мораль только пехоте почему разбегаются гусары что происходит пехота стоит да 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 это они разбегаются они тупят вот чем дело подходит еще один отвратительный залп еще один отряд гренадиров много кавы отвратительная битва от коммуниста он не поймите неправильно подрался хорошо однако драгуны они разбежались они не были убиты сейчас они вернутся уже два отряда собрано и еще и скоро появится третий а вот коммунист который победил первую битву он потерял всю каву хорошо если удастся собрать два отряда из дезертиров прохлаждаются отряды на флангах но вот бедового неандра прикрыто и нам реализовать особо не получится сливается еще один драгунский отряд не хватает опыта именно в поздней игре коммунисту очень большая интрига где же он так не тренировался против компов почему нет казаки это реально то игра в отличие от варгейма где можно на тренироваться на компах но понятное дело в этой ситуации ты не получишь преимущество ты не получишь понимание как заходить на базу все канистек готов ты боюсь что на этом гг очень крутую игру показал коммунист прям я прям под большим большим впечатлением но для того чтобы играть late нужно играть late нестабильный товарищ в этом плане коммунист он может без каких-либо проблем судя потому что мы здесь видим спокойно занять пьедестал кого-нибудь примеру спортикова оказавшись номером один и в казаках но будет ли он это делать вот вопрос я бы на это посмотрел на самом деле отнимает ваниандр нижнее золото здесь останется отряд качественных гранадеров мушкетер я думаю мушты тоже останутся но нет их надо сливать может и двигается дальше отжать порох здесь канистек тщательно сохраняется ваниандром и вот он способ захода на базу ты делаешь плотную группировку из двух-трех частей допустим одна часть мушты которые будут танковать вторая часть ударная это гренадеры уже обязательно минимум вальты но нужны гренадеры и потом третья волна наступления это конница которая сметает все что останется и пробивает если конечно гренадеры не справятся с этим ваниандр готов проходить на базу атака отступает ваня разряженный ему нельзя сейчас драться необходимо тянуть время если коммунист так будет дальше ходить по бездороге он останется без морали совсем снизу не контролит не видит до сих пор не видит да правильное решение здесь сожалению кавалеристы уже не могли убежать только вперед второй отряд отправлять сюда нельзя это очень сильные мушты 12 рукопашки в стоке и 7 на прокачке дополнительно добегают еще драгуны хочет окончательно разбить этот отряд коммунист большие колоссальные потери практически два отряда и там еще гусары прибежали от ваниандра ваниандр может попытаться врезаться сюда и попытать судьбу разбежался отряд муштов верхняя часть карта уже игроками не используется тут деф дополнительно еще один отряд 2 в линии 1 в тылу гренадеров резерв отряд конницы да-да-да-да-да въезжает ваниандр он пол понимает свое преимущество сколько у него лимита я должно быть 1200 1400 1300 прямо между попал в чем проблема испанца дорогие дома ваниандр придется какое-то время ждать пока накопится энное количество золота энное количество ресурсов и он сможет это выменять на золото еще большой вопрос а почему где рабочие коммуниста постоянно сидит на каких-то аллах начался голод в чем речь начался голод гренадеры стоят дорого кори стоят дорого и еще на этом этапе улану уже бесполезны их имеет смысл менять на гусар в этом случае ты сможешь отказаться от производства от добычи дерева снять еще три десятка крестов с леса ухты как забытый отряд и переправить их на еду это будет дополнительное экономическое усиление да простите пропустил битву счел ее неважно и потом только задним умом дошло что все биты важны здесь ваниандр выигрывает критическая масса конницы позволяет ему выигрывать все битвы снова пришел отряд гренадеров снова как конница это разогнала наверху даже не потребовалось кавалерии для победы возвращаются парни так вот что там я говорил то про топ-1 про все эти дела однажды когда ты когда тебя скажем так палят на нечестном на получение нечестного преимущества всегда есть вероятность что ты еще раз упытаешься что такое сделать коммунист пришел прошло всего сколько там две недели показывает отличную игру в принципе он показывает именно ту игру которой он мог научиться за эти две недели против компа отличный лейтгейм хороший контроль карты для этого не нужен противник отличный ранний гейм то есть вот плейт именно слабый но действительно это коммунист не могло ли случиться так что коммунист попросил кого-то еще поиграть вместо себя я пожалуй не буду отвечать на этот вопрос я не знаю но было бы интересно узнать на что готов пойти коммунист ради 250 баксов вообще сыграв на текущий момент у меня есть только одна репка сыграв на текущий момент три игры против трех оппонентов коммунист одну игру выиграл одну игру он проиграл и вот третью мы смотрим сейчас к сожалению из группы он не выходит но тем не менее потенциал офигенный потенциал есть выйти в любой топ в том числе и турнира такой быстрый прогресс это фантастика чувствует свое преимущество ваниандр накидывается одним отрядов драгунов одним гренадером на то ли два то ли три отрядов узлов коммунист отказался от производства как понимаю гренов или это старые отряды перри собираются еще одна контратака на еду ужасный фпс кстати говоря да 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 абсолютно верное решение всегда можно в последний момент загнать на базу оппонента отряд гренадеров сломать ему нет ни кузницу сломать ему гц у испанца 2 гц стоит 6 что ли тысяч золотых второго не будет никогда поэтому врываемся на базу ломаем гц выигрывает продолжаются разборки на меду по сути коммунист просто тратит порах пустую во прежнему много лимита но постепенно чаша весов склоняется в пользование андра гренадеры прокачиваются кавалерий становится все больше и больше ну и там уже лимит должен быть за 1400 под 500 на 1500 по таймингу здесь стоит замедлиться начинается врыв гренадеры залп уланы еще гренадеры бросок гранат уже нету еще залп спину плохой залп сам себя поставить сам себя стрелял гренадеры еще один отряд бросок нет рукопашка бережет гранаты для сноса зданий еще кавалерия въезжает в битву разгоняется коммунист и вот именно такими массами ты заходишь на базу в этом случае уже не удастся остановить такой натиск огромное количество гренов грены без офицеров тоже не хватило немножко опыта чтобы подстроить заранее толпу офицеров и потом не париться из-за них часто отряд был так нужен 2125 хороший залп мог бы если не переломить ситуацию то хотя бы нанести много урона сносить казармы переносить их уже не вариант она стоит 2000 одну ты принесешь вторую прессу уничтожить а 2000 коммунист уже никак не сможете получить 124 рабочих было 190 стала 124 из-за того что один барак один гц то есть тут 145 дал парни примерно одинаковое количество рабочих считать не умею поэтому примерно нормальное количество рабов блокируется барак из одного идут фузы потому что нет еды на дабл производства гренов строят грены все все усилия концентрирует ваниандр на одном направлении все фланги пустые как видите кроме вот этого над коммунист уже разогнано сейчас пойдет атака по той же самой дороге по той же потому что самому направлению и главный вопрос который меня беспокоит а чего ваниандр почему не взорвал бараки то коммунист вернул откуда-то два отряда гренадёров еще вообще в шоке он еще и отбивается здесь тут пацаны прорвались к самой базе пытался дойти ваниандр пытался не успел уланы перехватили 5 отрядов кавалерий один на 13 человеках захвачена еда тем временем ой-ой-ой-ой-ой здесь грены с тремя лычками если нет не получится никаких если хотя нет вот пацаны бегают здесь можно их отловить вернуть присоединить к отряду и еще держаться какое-то время они успели перезарядиться лишь начать лишь частично врываются кавалеристы с третьей лычкой 15 на 12 45 45 43 человека еще живо они держатся подкрепление уже здесь кавалеристы врываются кавалеристы врываются ну давай 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 вперед да 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 въезжает по-прежнему еда за ваниандром разряженные гусары но не прокачанные они вполне могут выиграть эту битву часть кавалеристов коммуниста тупит еще прибегает отряд гусаров эти уже заряженные не могут они ворваться мешает им отряд уланов прибежавший от конюшни шатя здесь коммунист коммунисты здесь ахахаха коммунист выигрывает он отбивается фантастика не просто отбивается он еще убивает большую часть юнитов ваниандра здесь готовится атака еще два гринадера мушкетеры собираются отжимать оставшиеся деревни вот этот ряд было бы еще неплохо отправить и забрать еду обратно вот как раз эти грандира забирали еду потом возвращались на базу пришли спасли ситуацию наконец начинает взрывать начинают гибнуть бараки 3000 золота в запасе есть можно перестраивать обожаю казаков так вот игра вообще не новичкового уровня это уже крепкий средний отличные старт хороший контроль карты не хватает лейта коммунист надежды более чем оправдал я считаю даже несмотря на то что не удалось выйти из группы это реально крутая игра больше прецедентов такого быстрого роста на моей памяти не было нова неандра поздравляем с победой он уже переходит в следующий этап приходит плей-офф и будет драться за финал за право играть финале за возможность получить 250 бачей вот на этом всем спасибо все свободны торс привет